Я больной, наверное. Бегать, висеть кверх ногами могу. Даже в человека стрелять живого уже могу. Ну, танцевать сейчас, ну, хоть убейте, не могу. Красиво поёшь, графинюшка. Я хочу спросить, что мне вот жалко его, ужасно. И кажется, что он как будто нездоров, что ему как будто всё время плохо. А иногда я ночью просыпаюсь и чувствую, что вот именно сейчас, в данную секунду я ему страшно нужна, а что если я приду, то он обрадуется ужасно. Вот, вот что это такое? Чувствую. Да нет. Нет, это что-то другое. Это чувство не может быть таким жалким, как у ваших колыбельных. Вы слышите, что я говорю? Что я люблю Соколова? Нет. Да. А вам что, всё равно? Мне всё равно. Вы что, не любите его? Нет? И плевать вам на это, да? А знаете что? А забирайте его себе. И пойте ему свои колыбельные. Может, ему понравится. Мы едем вдвоём, понимаешь? Мы будем одни, у нас есть документы. По ним мы муж и жена, понимаешь? Понимаешь? Понимаю, Жень. Я всё-всё понимаю. Мне даже не страшно ни капельки. Ты больше меня знаешь, да? Майор что-то не сказал при мне? А мне всё равно, Жень. Главное, что сегодня ты будешь мой. И к чёрту это задание, да? Всё, мы на месте. Дальше вас другая машина повезёт. Пока никого нет, я пойду покурю. Всё, а вы тут посидите, поваркуйте. Майор приказал не высовываться. Когда надо, никогда не опоздают, волки. Капитан! А? Да. Да, идём, идём. Так, так, так. Чего идёт кулаком? Сегодня у вас экзамен. На вечере будут испанские лётчики. Испанские лётчики. Испанские лётчики. Но среди них один шпион. Поэтому, задача такая, не спускать ни с одного из них глаз, ни на секунду. Ослеживать все контакты, все до единого. Это понятно? Там будут настоящие профессионалы, знатоки, замначальник управления, девочки. Курсантки. Нужно будет доказать, что за вашими плечами не Осавиахим, а как минимум, институт благородных девиц. Прекрати! Прекрати сейчас же! Благородных девиц. Ну вот, пожалуйста, как договаривались официальные дворяне, так-то смотреть не нужно. Я считаю, здесь будем допрашивать. Памеле. Маль Сагов. Штабс-капитан. Служил в дикой дивизии. Руки по локоть в крови, я считаю. Кличка князь. На свои руки посмотри, а клички б сам оставь. Молчать! Вы что, здесь распустили, сволочей? Товарищ старший майор, так он из карцера не вылезает. Не вылезает. Представьте. Истомин. Это Андреевич. А это Бецкий. Сей пятьдесят восьмая. Шваль. Белогвардейская. Так, Чернецов нужно приодеть. Так точно. Что? Приодеть? Мы их что, фотографировать будем? Я забираю их до утра под свою ответственность. Что? А вот тут ты, Соколов, попался. А бумага? А постановление? Без постановления даже товарищ нарком не может себе этого позволить. Товарищ нарком мне лично приказал доставить их к себе. Он лично будет их допрашивать. А бумага? Бумага. Если ты бумага стояла за меня, до сих пор не знаешь, что уже час назад у тебя в Севастополе приземлился начальник глав разведуправления и уже час инспектирует твою территорию. Ну, я… Откуда информация? Информация. Ты устроил? Я вот он. Я перед тобой стою, уже целый час битый с тобой дураком разговариваю. Товарищ старший майор госбезопасности, вы бы ехали, ей-богу, мало ли что. Если отец Соколов мне соврал, я тебя расстреляю. А мне-то зачем? Простите, вы хотите места в литерном вагоне? Да, моя жена желает ехать с комфортом. Мы с вами не встречались, товарищ? Помните? Ленинград, ресторан. Ваша прекрасная супруга тогда согласилась быть официанткой. Да, 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 да. Как долетели? Хорошо долетели, товарищ Игнатьев. Времени совершенно нет, товарищи. Вот ваши документы. Попрошу вас сдать свои. Вы супруги Авдеевы. Вы Наталья Францевна, а вы Юрий Леопольдович. Угу. Вы назначены в торгпредстве вторым секретарем. Едите в Хельсинки. Да, вот здесь вот вся подробная инструкция. Изучите и уничтожите немедленно. Точно. Ситуация изменилась. Вы даже не представляете, до какой степени. Вся полиция на ушах. Мы даже не знаем почему. Вас встретят не таможенные чиновники, а вооруженные сотрудники полиции и офицеры контрразведки. Могут быть любые провокации. Вплоть до драки, стрельбы, ну не знаю. Но отменить операцию мы не можем. Переход осуществляют четыре пары. Одновременно. В четырех местах. Вот в трех надо пошуметь, а в четвертом пройти незаметно. Выйдете через главные ворота, можно сказать. Риск, конечно, большой, но вариантов нет. На кону десятки жизней. Вся резидентура. Надеюсь, вы понимаете, о чем идет речь? Нет. Я вас понял. Прекрасно, неплохо. Ну, немного напоминает беременную каракадицу, но это ничего, старайтесь. Софья, прошу вашу руку. Прекрасно. Ну, не нужно так высоко поднимать вас, только это такое чувак, что у вас глаза за юбку зацепилась. Пожалеете себя, графинюшка. Вернется твоя девочка. А вот ты того, гляди, с сердцем сляешь. Что-то случится плохое. А может, что же случилось? В детстве она не успеет палец порезать, я уже с бинтами бегу. Скажи еще, что у тебя дар ясновидения. А может, у тебя голоса в голове? Марго, я мать, я чувствую. Товарищ! Карякин! Пиджак нужен, срочно. Какой пиджак? Что-то я тебя не понял, начальник. У меня чужих пиджаков отродясь не бывало. Ты мне дел не шей, начальник. Ты, Карякин, уймись и давай сюда пиджак. И штаны, в которых на Первомай ходил, понял? Ага. Давай. Сейчас. Ты меня, Карякин, не зли и давай сюда пиджак, сволочь. А то я твой самогонный аппарат прямо сейчас запротоколирую, понял? Да. И рубашку чистую прихвати. Товарищ Алексей! Прошу. Давай, 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 живи, Карякин. А вы что, и вправду делогвардеец? Да нет, ну что вы. Я всего-то бывший помощник управляющего, собственно его императорского величества кабинета. Ну и немножко, честно говоря, граф. Товарищ начальник, только если на нем блохи или еще кто-то, ты это барахло себя оставляй. Мне даже его киптить-то не в чем. Какие блохи, Карякин? Это же граф. Кто? Этот? Ну, здрасте. Давай, Давыдов, показывай, чего там у тебя. Здравствуйте. Ну, так это, когда артисты приезжали на поселую-то из района, так ихний дирижер на все оркестра у меня самогон взял. А деньги сказал, отдаст с гонора. С гонорара, вероятно. О, а ты мужик не артист, нет? Ну, и так я от него хоть что-то под залог взял. А вон уехал, падла. А теперь куда мне это? Мужики засмеют же. Заберите от греха. Ой, засмеют. Начальник, не губи. Давыдов? Да, вот еще что. Опа! Спасибо дяде, выручил. Пошли. Счастливо. До свидания. Сейчас. Раздвигись. Кирсаков. Надевай. Дальше, майор. Чернецов? Я. Это что такое, а? Понял, исправим. Справим. Так, иди сюда. Вот так. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Ну что, господа дворяне, поехали на бал? ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Да здравствует герои бронской Испании! Ура! Ура испанских пилотов-героев! Вы хозяева мирного неба Испании! Франка не пройдет, он будет полезен! Испания приветствует вас на вашей второй родине! Добрайтесь сил! Чтобы поднять ваши старые птицы опять в небо! Чтобы вы поверьте врага! Ура! 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 И самое главное, ни в коем случае я прошу тебя, ни при каких обстоятельствах не приходи ко мне на помощь! Хорошо? Почему? Ну, потому что может так получиться, что мне придется притвориться. А я не смогу притвориться раненым или потерявшим сознание, если буду знать, что ты где-то рядом и вот-вот бросишься ко мне. Понимаешь? Иди-ка. Субтитры создавал DimaTorzok АПЛОДИСМЕНТЫ Товарищи, товарищи, приветствую нашего, нашего высокого гостя из Москвы, прожор. АПЛОДИСМЕНТЫ Товарищи, сегодня у нас праздник. К нам приехали наши боевые друзья, испанские летчики. И я рад видеть вас, рад обнять вас. Рад, что сегодня все вместе мы вспомним тех, кто сложил свою голову в борьбе с фашистской заразой. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Здравствуйте. Привет, пожалуйста. Дозвольте. Товарищи мои, потанцуем. С моей листьей все хорошо? Все будет хорошо. Ваше здоровье! Браво! Шампанского? Здрасте! За любовь! За любовь! Браво! Так я понял, почему мы тогда с ними разминулись. Если я не ошибаюсь, его отправили на переподготовку в Кировобад. Так точно! А потом отправили на переподготовку на И-16. Эти куколки великолепны. Вы их отлично слепили из мусора и навоза. Вам, по-видимому, кажется, это необычайно странно. Еще утром я был в карцере, а теперь тут, рядом с вами. Возможно, чувство юмора подвело меня. Я и сама не так давно из карцера и стараюсь помалкивать. И вам советую. Попросите вашего грозного командира отпустить меня с вами потанцевать. Месье Соколов, этот господин приглашает меня танцевать и просит вашего разрешения на эту глупость. А вы что, по этому поводу думаете? Ну, это бы повысило мое самовведение. Я бы позволила ему соврать, что все еще хорошо. Только, если я вам вздумаю сбежать, вам придется его ликвидировать. Хорошо. Я предложу ему взять меня в жону. Он скончается в муках. Пацанкой. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Софеткина. Сотпискина. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА КОНЕЦ Живой! Живой! Нужен! Живой! 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 Стой! Стой! Чиркасов, не стреляй! Чиркасов! Он нам живой! Нужен! Чего встал? Давай! ЗВОНОК В ДВЕРЬ Налей! Уводите! Товарищ замнаркома! Упустил ее князя! Арестовывайте меня! Успеется! Что, майор? Приговаривай к расстрелу! Я готов! Я готов! Тула! Бешеная! На выход! Кирюша, Чернецов, Синицу взяли за мной! ЗВОНОК В ДВЕРЬ Пойдем! Все! Территорию зачистили? Так точно! Да! И как-то семья Черкасова дала жителей! Уже выполняем! Иван! Иван! Секунду! Ну чего стоим? Артистка! Ты этого Мартинеса, ну испанца своего, запомнила? Запомнила! Прилепись к нему, как банный лист! И чтоб до завтра, ну понимаешь! А то он, если передаст про наш этот бардак нынешний, все, крышка! А при тебе не посмеет! Так он, может, передал уже пять раз? И что мне к нему, в койку лист прикажете? Нет! Нет! Не успел бы! А, насчет койки? Угу! Меня учить только портит! Ну что, как здоровье? Как масло коровье! Как масло коровье! Как масло коровье! В чем дело? Мужчина, в чем дело? Прошу прощения! Ничего страшного! Женя! Мне кажется, я узнала этого человека! Откуда? Это крест! Тот, которого мы ездили ловить Ленинград! Уверена? Уверена! И он меня узнал! Почему ты так решила? Какие предметы? Вубы! Что еще? Граница, товарищ! Приготовьте документы и паспорта! Да-да, конечно! Прошу вас! Ну? Оставайтесь на месте! Я сейчас вернусь! Женя! Ну, успокойся! Все будет хорошо! Вам придется покинуть поезд! Я не понял! А в чем, собственно, дело? Почему покинуть поезд? Я советский дипломат! Что происходит? Что за безобразие? Повторяю! Вам придется покинуть поезд! Недоразумение, на самом деле! Не волнуйся! Мы сейчас разберемся! Хорошо! Мы собираемся! Ну, это просто безобразие! Я буду жаловаться! Ух! 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 Ну что, паспорта-то ваши фальшивые, поэтому сейчас придется пройти личный досмотр, а потом и осмотр вашего багажа. Вы не имеете права допрашивать нас без сотрудника дипломатической службы. Повторяю, ваши паспорта фальшивка, и поэтому у нас нет оснований полагать, что вы дипломат. Прошу вас, мадам. Я никуда с вами не пойду. Кто вы такой? Почему вы не представляетесь? А я думал, что вы прекрасно знаете, кто я такой. Тем более, что мы с вами встречались. Не правда ли? Что вы себе позволяете? Юрочка! Юрочка! Руки! Я пойду с ними. Это не дружление. Мы ни в чем не виноваты. Наташенька, только не волнуйся. Тебе нельзя, Наташа! Юрочка! Юрочка! Юрочка, вы мне ответите. Вы мне лично за это ответите. Ответите, ответите. Что вы заладили? Все на старых штучках, на старых штампах дипломаты. Ну, вы же дублеры. Неправды. Статисты. И более того, я думаю, начисто как младенцы, и мы ничего не найдем. Поэтому не лучше ли сразу признаться, что вы из группы майора Соколова? Только честно. И мы сразу же все это прекратим. Мало того, я вам обещаю, что мы сразу вас отпустим. Вы сумасшедший? Да. А вы не сумасшедший? Сколько таких пар, как вы сегодня, перейдет границу? Четыре? Если я не ошибаюсь. Ай, ваша наивность и наивность вашего майора Соколова приводит меня в восторг. Вы должны были создать отвлекающий маневр, да? Вот вы его и создали. Только в пустоту. Вы хоть понимаете, что это все не настоящая граница, а так просто... Бутафорский кордон. А дальше будет еще один, еще один, а потом еще один. А заправдышняя граница ждет ваших друзей далеко впереди. И поверьте мне, там-то все будут еще более внимательны. Мы тут поумнее вас собрались. Мне от вас тошнит. И лучше ли просто кивнуть? И благородно сдаться. Эй, в чем дело? Там это... Останови! Тихо! Ох! Второе! Тихо! 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 КУКН mais! Тихо! 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 тебя зовут наталья ну допустим у нас мало время встань прошу вас я раздета стране я сказал руки по швам руки пошла я сказал а это даже неплохо что ты раздета вот тут недавно большевики восемь хуторов спали вместе с детьми женщины старика все заживо а мужики в лесу были простые мужики лесорубы так вот я тебя им и отдам пусть они тебя и допрашивают наташа прошу вас дайте мне одеться нет ты знаешь дорогая моя что друзья твои тебя предали они тебе вместо паспорта такую липу сделали что даже ребенок заметит ой а я-то тебе хорошо запомнил линграм помнишь ресторан полный чекистов идиот не знаю нужна ли ты мне можешь ли ты ничего не помочь сука совсем ничем а ты красивая девочка жаль только придется тебя убить меня зовут люции ты из группы майора соколова да но вот мальчишка он не причем он дипломатик его заставили дипломатик да не хочу на хутор конечно его правда юра взял да нам пришлось рискнуть он настоящий юрочка мне холодно уважаемый и могли бы потрогать меня чем-нибудь потеплее эти штуки раз уж вы не можете дать невозможность садится не трогайте он и он он и и и и и и Ваша шинель, гер комиссар, ее нигде нет. Ищите. В лесу ищите и на болотах. Ищите. Не хотелось бы бегать за ней полись. Мои люди устали. Да зачем она вам? Мстить или вернуть оружие? Вы знаете, господин комиссар, на земле не так много людей, которые могут унизить меня. Но это сука. И лучше, чтобы она сейчас видела нас. Я чувствую, она где-то здесь. Я расстреляю эту советскую свинью. Сам ты свинья. Этого НКВДшника. Вы местные? Мы ищем невысокую девчонку. Куда она могла пойти? На болото, в лес, озера. Если найдете ее, убейте. Винка, поезд. Я поезд отмежу. Ну что, под поезд тебя бросил? Нет. Пожалуйста. Не убивайте меня. Пожалуйста. Я же не хочу. Пожалуйста. Не буду говорить. Я все скажу. Я капитан НКВД. Евгений Максимович. Пожалуйста. Не убивайте меня. Не трогайте жену. Я вас очень прошу. Я все скажу. Я все скажу. Пожалуйста. Рассказывай, капитан. Я из группы майора Соколова. Ваш радист по кличке Портной убит. Женя, что ты делаешь? Дезинформацию передает один из наших людей. Наша курсантка. Ее кличка Синица. Какое ваше задание? По нашим данным, в ближайшее время границу нелегально должен пересечь какой-то очень опасный немецкий агент. Ему готовят побег из лагеря. Он находится там под чужим именем. Из-за преступления, которого не совершал. Он таким образом скрывался от контрразведки. Наша задача вызвать подозрение финского правительства и сообщить о нем как о двойном агенте. Все четыре пары, которые будут пойманы, будут сообщать о нем как об офицере НКВД и новом руководителе физ. резидентуры. Пожалуйста. Пожалуйста. Я еще много чего могу сказать. Я жить хочу. Пожалуйста. Не убивайте. Я вас очень прошу. Прости меня. Пожалуйста, не убивайте меня. Какой же изобретательнее этот мерзавец. Майор Соколов. С ним приятно иметь дело. Ну, а что? Ты-то знаешь настоящее имя агента? Да. Говори. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Спасибо. Вы дали нам очень ценную информацию. Правда, комиссар? Мы обязательно будем сотрудничать с вами. Века, больше! Забудьте всё, что здесь только что произошло. А этот дом можете разобрать. И вот вам небольшое вознаграждение за помощь в поимке русского шпиона. Простите, но мы в этом не участвовали. Но тогда это вам, чтобы помалкивать. Это понятно? Понятно. Идемcolжение. НА ИНОСТРАННО 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 Субтитры сделал DimaTorzok Мико, это кто? Зачем ты её принёс сюда? У нас будут неприятности. Это же та русская девчонка, которую они искали. Чёрт! Её надо оставить, она же умрёт. Для нас это был бы хороший выгод. Что нам теперь делать? Сначала принеси ей одежду. Переоденьте её. Анти, принеси кружку. Ну, сейчас. Это для нас кончится плохо. На. Дай ей выпить. Мико, Мико. Эх, Мико. Здравствуйте. Женя. Я уверен, что Кресту уже обо всём известны. А ты не боишься, что твои гитары раньше времени раскроют крота? Самое время. Надеюсь, Кресту понравится. Черкасова жалко. Хороший был парень. Прямой, понятный. А этот капитан, который он назначает сейчас, прыщей покажет. Та ещё, сволочь. Знаком? Виделись. Послушай, если он ещё начнёт лезть в это дело, я... Слушай, Андрюш, разве ты не понимаешь, что происходит? Разведка уничтожает, жмёт со всех сторон. Сосредоточься. Прекрати. Ты так у них, как прыщ в одном месте. Я тебя прошу. Так, и хватит об этом. Смотри. Знаешь... Чего издеваешься, что ли? А это Франц Гальдер. Начальник сухопутных войск Германии. Личный гость Маннергейма. Старый лист будет просить по помощи у немцев. И Гитлер ему даст. Ну, если только... Если так что-нибудь не случится с начальником его генштаба. Ну, например, кстати... Хорошая мысль. У Гальдера в планах посещение русского воинского союза. Так, ну, сам Бог велел. Ну? Да что, ну? Что, зависит от готовности. Молодожёна. Ну, это говорит. Я ещё ничего не решил. Может, отвезём её в полицию? Скажите ей, пусть не таращатся на меня. Она не понимает по-нашему. Ты хоть знаешь, что с нами будет, если нас поймают? Они сожгли дом по Валайнину. А все, кто там был, повесили. Отец, они убили её мужа. Я не хочу, чтобы она думала, что и мы такие же свиньи. Если ты против, я сам это сделаю. Ладно. Пусть не думают, что мы боимся. Война будет, чтобы они там не говорили. Русские будут здесь уже к зиме. И то, что мы помогли этой девчонке, возможно, нам защьётся. Вы должны переправить её на русскую сторону до рассвета. Спасибо, отец. Ну, значит, решено. Поднимайте её. Я знаю, это всё плохо кончится. Иди. Мико, толкай. Не мешать! А я и не мешаю. Крафиня, где? Ушла. Куда? Как ушла? Так ушла. Сердце у неё болит. Мать всё-таки. Мать? Рита! Рит! Ты как могла её отпустить? Ты! Клятва Гиппократова! Ты не подумала о том, что она без документов? До куда она дойдёт? Со своим дворянским говарком я же за первым углом шлёпнул! Идиотка! Я с кем разговариваю? У тебя голова или жопа? Пошёл вон, хам! Девочка парализована. Как? Парализована. Синичка. Ты уверена? Парализована, но жива же! Парализована. Парализована. ЛИРИЧЕСКАЯ МУЗЫКА Поднимаем. Кто такая? Я инфанта. Из группы майора Соколова. Глав разведуправления. Забираем. О, месье. Месье. Да? Четыре чая, пожалуйста. Спасибо. Мне следовало раньше приема. У папы это уже второй удар. Запомните, обратной дороги нет. Слушайте меня внимательно. Тебе какая больше нравится, в красном или сине?